Ну, наконец-то рынок падает. Я доволен, в принципе, потому что по-любому за бурным ростом должно идти падение. И лучше пусть оно пройдет уже и спокойно начнем пожинать плоды. Покосеем, покосеем. У кого-то паника сейчас, да? У кого паника? У тех, кто вложил на всю котлету и думает, что дальше будет только рост. Такого не бывает, друзья мои. Только роста не бывает. За летом идет осень, за осенью зима. Также и на рынке. За ростом идет падение. И необходимо быть готовым к падению рынка всегда. Всегда. И сейчас, и на следующей неделе. Всегда. У вас должен быть распланирован поступление кэша. Если поступления кэша нет, тогда, соответственно, вы внутри портфеля должны себе обеспечить поступление. Как? Дивидендами, дивидендами компаниями. Обеспечивать регулярная ребалансировка. Ну, лучше, конечно, чтобы поступления были. Но, опять же, повторюсь, если нет поступления, значит, меняете сумму закупа. Значит, чаще делаете ребалансировку. А если есть поступление, его разделяете, это поступление на ровненькие суммы. Вот мне вот сейчас в клубе тоже спрашивают. Антон, что мы там сегодня будем больше брать, чем обычно? Да почему больше, чем обычно? Нет, все нормально, все ровно. Берем, смотрим, где самая недооцененная компания. Смотрим, где формируется потенциал роста в долгую и на короткий период. И покупаем, и все. И сегодня покупаем на одну сумму, и завтра покупаем на одну сумму. Ну, что мне этот снег, что мне зной, что мне дождик подливной, когда у меня стратегия есть, понимаете? Что мне этот обвал рынка? Ну, обвал, обвал. Сегодня брать ли мне на большую сумму? А почему? Что у нас карантин кончился? Или у нас во внешней политике все ровно? Да нет. Я что, ванга, что ли, буду гадать, когда рынок там будет падать, когда рынок будет расти? Закупаю все ровно и закупаю. Но закупаю ровно разные компании. Те компании, опять же повторюсь, не то, что я тупо закупаю на одну сумму одни и те же компании. Нет, естественно, я считаю, где какие компании имеют в данный период самую большую недооценку. Это не те компании, которые в данный период больше упали. Потому что есть падение по объективным причинам. А есть падение не по объективным причинам. То есть есть причина падения, допустим, на 3%, а компания упала на 7%. Но я пишу об этом в статьях своих, почитайте, как все считается. На курсе рассказываю. Те, кто на курсе, там практически все спокойные и понимают. Многие в клуб пошли. В общем, придерживайтесь стратегии, друзья мои. И будьте спокойны. А если ваша стратегия работает только на растущем рынке, это не стратегия. Стратегия должна предполагать и обвал рынка тоже. То есть, конечно. Хмс. Хмс.